На горячую телефонную линию к Александру Рогачуку обратилась брещанка Валентина Кирик с просьбой дать ей и ее соседям, не во всем доме, лишь в двух стояках, возможность пользоваться горячей водой, которая отсутствует с октября прошлого года. После проведенной замены труб, ответ мэра был мгновенным. Вы домой пустите к себе? Ну, пусту. Ну, хорошо. Тогда мы договоримся так. Вот начальник городского ЖКХ вместе с телевидением, вам приятно, мы снимем все, посмотрим и заодно потом, как говорится, узнаем все причины и устраним. Сказано, сделано. Съемочная группа нашего телеканала вместе с генеральным директором городского ЖКХ отправилась разбираться с проблемой. Радушная хозяйка и в дом впустила, все показала и рассказала, и в подвал сопроводила. Разбирается женщина в системе водоснабжения, достаточно неплохо, но не настолько хорошо, чтобы все исправить самостоятельно. Обращались и в ЖЭУ, и в ЖЭУ, как пустили, вот новые трубы проложили, пустили в октябре водой, и у нас большая проблема с водой. У нас есть и идет... С горячей водой, как я понимаю. Да, с горячей. У нас нету горячей воды, только теплая или утром, вечером вообще ледяная. Надо или греть, или тонны ее спустить. Вот, обратились, может кто поможет, найдут какого специалиста, который разбирается. Да, действительно, без горячей воды и ни туда, и ни сюда. А если она отсутствует в течение полугода, и никто не принимает меры, и к мэру дозвонишься. Сказал, что решат эту проблему. Будем видеть. Надеемся, что кто-то поможет. К сожалению, проблема существует, она обязательно решится, нерешаемых проблем не бывает. Тут надо просто сработать нам два ведомства, наше и котельное хозяйство. Часть работы уже проведена по решению данной проблемы для регулирования постоячного. Мы отработаем еще с нашим предприятием котельного хозяйства. Этот вопрос, я думаю, он решится буквально недели-две. Данный вопрос может быть решен. И он будет решен однозначно. Вы видите, в соседних квартирах горячая вода есть. Проблема существует только по двум стоякам первого и последнего подъезда. Поэтому есть такая проблема с циркуляцией горячей воде. Мы ее обязательно решим. Вопрос будет закрыт окончательно. Слова Игоря Годуна с делом не разошлись. Были подключены специалисты двух служб в ЖРЭУ и котельного хозяйства. И в течение двух дней проблема была устранена. Ранее на соседних домах в рамках капитального ремонта были ликвидированы тупиковые схемы горячего водоснабжения, которые были изначально там предусмотрены. То есть проблему, 50-летнюю проблему мы решили. Но, к сожалению, эти работы привели к тому, что увеличилась нагрузка на наружные тепловые сети, что привело к снижению гидравлической устойчивости. Нами совместно с Брестским котельным хозяйством одновременно были выполнены технические мероприятия, в том числе и замена насосного оборудования на центральном тепловом пункте. И в настоящее время вопрос с обеспечением качественного горячего водоснабжения у жильцов данного дома полностью решен. Вода горячая есть? Вода горячая есть, да. Проведен обход, поговорили с жильцами, жалоб нет. Лариса Осмолович, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Буктовая.